Человеческий фактор. Спасатели называют основной причиной пожаров в южных регионах страны. И сейчас это пятый, самый высокий класс. В зоне риска Брестская, Гомельская, Могилевская области и часть Минского региона. Ситуацию усугубляют сильные ветра, пламя быстро разгорается, порой огонь невозможно потушить и без применения спасательной авиации. И неутешительная статистика, которую также привели в МЧС. Из-за жаркой погоды и отсутствия дождей в сентябре число природных возгораний в стране увеличилось в пять раз по сравнению с минувшим годом. Есть жертвы из-за пожара сухой травы. Только на уходящей неделе погибли два человека в Бобруйске и Березовском районе. В пострадавших регионах побывала съемочная группа Зоны Икс. Какие потери понесла Гомельская область и о чем предупреждают спасатели? Материал Виктория Радевич. Огонь, возникший как будто ниоткуда в деревне Великие Автюки, что под Калинковичами, буквально застал местных жителей врасплох. Среди тех, кто здесь постоянно живет, пенсионерка Татьяна Петровна. Она чудом вовремя заметила подбирающееся к ее жилищу пламя. Пока я оглянула, что я кое, выскочила, уже начинают это, сюда подходит пламя, только я разгаду. Уже не дым, уже пламя взыхает. А тут уже набегла мужичков, уже почали тягать воду. Так я за ведерки за свои, да попегла к этому сусиду, а начало, что пламя там горело, в этой хатах, так я начала поливать, где листочки загоруются. А это наш арендатор кричит, утекайте, утекайте, а куда, чего утекать, я аж тушу. Со слов местных жителей, возгорание началось с поля. О том, что в деревне бушует огненная стихия, сообщили на спецлинию 101 и председателю местного селесполкома. Подключились и работники лесхоза. Все силы были брошены на то, чтобы не дать огню занять большие площади. А это оказалось крайне сложно. Долгое время дождя не было, где-то порядка, около двух месяцев уже, наверное, вообще осадков не было. Сильный ветер не давал сбить пламя, и поэтому начался как бы верховой пожар, деревья стали гореть, и стало ветром гнать эти листья. И поэтому поле, стало гореть поле, и на другой стороне также загорелись эти два дома. Ранее я чула дымок и шоу. Так я только так сама про себя кажу. Кто это палит, что в пасушу? И логичный ведь вопрос. Причиной пожара, говоря языком официальным, называют неосторожное обращение с огнем. На деле за такой формулировкой кроется банальное пренебрежение правилами пожарной безопасности. Или их незнание. На сути это уже не меняет. Факт, что называется, налицо. Четыре дачи, 12 хозяйственных строений и машина полностью сгорели. Калинковичскому району досталось больше остальных. Местный житель убирал участок, на котором произрастала сельхозпродукция, картошку именно. После уборки картофеля убрали эти остатки, как у нас говорят, ботву. И человек решил сжечь вот эти вот остатки. И в результате сильного ветра перекинулся огонь на траву. Трава сухая, как бы находился на месте, и все. Он пытался огонь локализовать, но не получалось. Опять же повторюсь, так как сильный ветер был, огонь быстро распространялся. Идет разбирательство. Пепелище вместо жилых комнат, сгоревшие вещи и только входную дверь оставил после себя крупный пожар на одной из дач в деревне Балажевича, что под Мозырем. Огненная стихия здесь мела на своем пути сразу три дома. Они находятся друг от друга на достаточно большом расстоянии, на всхидку больше 20 метров. Но, как рассказывают местные, огню хватило всего около 15 минут, чтобы перекинуться с одного участка на другой. Это было в минувшее воскресенье. В тот день в деревне было ветрено, как и сегодня. Такие порывы легко помогают огню разгореться, но значительно усложняют задачу тем, кто пытается пламя сбить. Сгоревшие дома использовались как дачи, в момент пожара там никого не было. Но подбирающаяся к жилищу стихия не на шутку испугала местного жителя, чей дом буквально оказался между двумя огнями, но чудом уцелел. И ко мне убегая в дом какая-то женщина, я уже не помню, молодая девушка говорит, Павел Васильевич, вы же горите. Я выхожу во двор, у меня заборы пылают все. Немножко подпалило сарай, тоже там заборы погорели. Сарай этот, я думал, загорится все, загорит и мой дом. Ну вот, благодаря этим самоотверженным действиям людей местных, честно говоря, мне просто повезло, спасли меня они. В тот день в деревне тоже было сильно ветрено. Сгоревшие дома использовались как дачи, в момент пожара там никого не было. Но подбирающаяся к жилищу стихия не на шутку испугала местного жителя, чей дом буквально оказался между двумя огнями, но чудом уцелел. Уже тут все горело, ну вот мой двор отбивали уже люди, там бегали, кто обкапывал, кто водой заливал. И пожар уже шел сюда, обошел этот двор и пошло по хатам. То есть, ну, страшно было, очень страшно. Кто с ведрами, кто это, кто лопатами, топорами ломали, забор откидывали от хат, все подальше, чтобы не горело, все тушили, да. Где-то ногами топтали, бегали, где-то трава поменьше, чтобы... Ну, суетились тут, да, вся деревня помогала. Все колодцы по деревне сушили ближайшие, которые были. МЧС, молодцы, ребята. Экипажи работали слаженно, красиво, достойные, ребята. Жаркая и сухая погода, отсутствие умеренных дождей – это, можно сказать, идеальные условия для пламени, чтобы быстро разгореться. До приезда экипажа МЧС спасались от пожара едва ли не всей деревней. Такого, говорят, здесь еще не видели. С учетом масштаба ЧП к работе подключилась милиция. Пока проводится проверка. На этом пожаре в деревне Балажевич работало 12 пожарных цистерн. На самом деле это очень большое количество емкостей воды. 5 тонн воды израсходуется очень быстро. Предварительно это 6 минут. Поэтому необходимо иметь резервные источники водоснабжения. У нас здесь, к счастью, в деревне находится и водонапорная башня, и рядом находится водоем, где спасатели брали воду для ликвидации данного пожара. В сумме за полторы недели в Гомельской области сгорело больше десятка домов. В основном это дачи и еще почти 30 хозяйственных строений. В этих случаях никто не пострадал. Но без жертв не обошлось и в других регионах. Сразу двое погибших за минувший вторник. Например, в Бересинском районе посреди горящей травы нашли безжизненное тело пенсионерки. По предварительной версии трагедия произошла, когда сжигали мусор за домом. Интересное наблюдение от спасателей. Те участки, где трава была убрана заранее, огонь обходил стороной. Основной причиной данных пожаров является, прежде всего, человеческий фактор. Хочется еще раз напомнить жителям нашего региона о том, что сжигание сухой растительности категорически на корню запрещено. Если вы собрались сжигать растительный мусор, необходимо это производить обязательно в безветренную погоду, обеспечить первичные средства пожаротушения, обязательно наличие лопаты, ведра с водой, и ни в коем случае не покидать место, где вы сжигаете мусор. С участием авиации МЧС в Гомельском и Брестском регионах в этом месяце потушили четыре крупных пожара. Добраться до места возгорания по земле в обоих случаях спасатели не могли. Там сплошные болота и нет подъездов для техники. В ходе решения задач основное внимание мы уделяем своевременному выявлению пожаров в экологических системах. Используется для этого космический мониторинг, который работает в нашем республиканском центре управления РЦУ МЧС и позволяет своевременно выявить эти факты, передать эту информацию в лесхозы и в последующем оперативно прибыть к месту ликвидации. Вот если это складывается и получается, в принципе итог очень хороший. Сейчас внимание МЧС направлено на профилактику. Разговаривают не только с населением, но также с местными властями и госорганами, чтобы наводили порядок на участках, находящихся в зоне риска. По прогнозам синоптиков, сухая погода продержится еще минимум неделю. В это время спасатели продолжат ежедневные мониторинги и патрулирование местности, но очень рассчитывают и на человеческую осознанность. Виктория Радевич, Виталий Селявка, Александр Могучий. Зона Икс. Итоги недели.